Депутат Государственной Думы Игорь Зотов Жераром Депардье лично не знаком. Смотрел фильмы с его участием и слышал, что 10 лет назад актер хотел приобрести кусочек крымской земли с виноградниками. Шапочного, а точнее кинознакомства со звездой депутату хватило. Обратился к исполняющему обязанности главе Крыма Сергею Аксенову. И еще одно письмо отправил Жерару Депардье. Это изысканный знаток вин, сам винодел с мировым именем. И чтобы Жерар помог в случае согласия Аксенова возродить этот замечательный промысел. Сергей Аксенов такого предложения от депутата, мягко сказать, не ожидал. Ответил дипломатично. Я с уважением отношусь с Жерару Депардье как к артисту. И мы благодарны еще раз за помощь, но опору будем искать в крымских кадрах. Крымские кадры – известные виноделы. На идею депутата отреагировали менее дипломатично. Депардье как бы не винодел. То есть есть структуры, которые производят вино, есть структуры, которые продают вино. А господин Депардье является вот таким фронтменом. Массандровские подвалы – это своеобразный музей мирового виноделия. В этой нише вина князя Голицына, а это знаменитый мускат белый красного камня. Новость, которую сейчас бурно обсуждают крымские виноделы – санкции. Теперь продавать крымские вина в Европе запрещено. Первыми пострадали сами европейцы. Контакт был с бельгийским нашим партнером. В городе Антверпен он открыл магазин Массандра. Он вложил туда свои деньги. Он сегодня может даже больше в затруднении, чем мы. У севастопольского винодела Павла Швеца вопросы о санкциях вызывают лишь счастливую улыбку. Европа, сама того не желая, осуществила мечту всех добросовестных крымских производителей вина. Ушла с рынка виноматериалов. Теперь правила игры очень просты. Есть свои виноградники, есть вино. Иногда причина шага вперед является пинок под зад. У нас будут виноградники, у нас будет свое производство. Мы наладим и придумаем производство комплектующих для виноделия, каких-то расходных материалов для виноградарства. Я думаю, что это больше плюс, нежели минус. Сейчас крымские производители вина готовятся к сбору нового урожая винограда. А санкции Евросоюза считают виноделы дело временное.